Друзья, вот и наконец-то увидели люди, которые не знали, кто такой Бедросович. Это, собственно, отчество, да, часто звучало у нас сегодня с эфира Дрим ТВ. Увидели и визуализировали его как бы для себя. Это Филипп Бедросович Киркоров. Как написано в биографии Максима Новицкого, король музыки. Ну, хорошо, Максим, мы больше не будем иронизировать на эту тему. Ну, король музыки СНГ. Вы себя обозначили из торта, как вы из торта вылезли. Ну, и вот скажите, пожалуйста, мы знаем, что мы знаем. Вы только что нам об этом рассказали. Да, о том, что вы напрашивались-то в Москву к Филиппу Бедросовичу, но пригласил в итоге. Ну, он сказал, что если что, конечно, ты обращайся, но он знает, что у меня так все получится. Но было какое-то оно, да? Ну, как бы да. Получается, я спросил, ну, что вы думаете делать после шоу? И я не думая, не гадая, как бы не ждал, что скажут другие. Я говорю, как что, ехать к вам в гости? Он такие глаза на меня сразу. Он говорит, ну, ты же знаешь, что непрошенные гости, хуже тотарь. Я говорю, почему непрошенные? Вы, говорю, пригласите. Он говорит, ну, я ничего не понимаю в украинском шоу-бизнесе. Я говорю, а зачем на украинский шоу-бизнесе? Я говорю, приеду к вам, говорю, в Россию, в русский шоу-бизнес. Он говорит, ну, надо жить в Москве. Я говорю, ну, в Москве. Я говорю, ну, что, я жил уже в Москве. Он говорит, с кем? Я говорю, Филипп Бедросович Если перед с кем-то в Москве жил Я бы уже давно, говорю, где-то был Я так, говорю, я приличный мальчик Вам не хотелось ссориться? Вы не захотели просто напоминать человеку о том, что он из Софии вообще? Да, родом, да? Ну, как-то в шоу-бизнесе в России там закрепился все-таки Не, он молодец, если честно Я ничего не могу сказать о нем плохого Потому что, действительно, человек оценил Потому что я ему подарил свой диск Ну, у нас был там конфликт насчет лидерства в группе Там такое, да И я в этот конфликт Как раз всунул ему свой диск И говорю, Филипп Бедросович, вот посмотрите Вы просто не знаете всех, кто есть еще в группе А, то есть вы затеяли драку Драка начала Да, 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 да Вы правильно Ну, то есть у него такая легкая была тактика Чтобы он уже знал, кто Я сразу, так, это вы здесь все затеяли, типа, Максим И сколько мне лет, я понимаю, вы здесь самые, типа, ну, уже старшие Я ничего не теял, говорю Я просто говорю, как есть Я ему подарил свой диск Он, то есть первый раз он его не просмотрел А второй раз он посмотрел Он, типа, взял после концерта Он не взял меня за руку и говорит Максим, я видел ваш диск Да вы поете просто как диво Я говорю, спасибо И он начал говорить, вы собираетесь на Евровидение Я говорю, да, ну, у вас песня, я говорю, что-то такая была не сильно Я говорю, ну, песня, я говорю, сочиненная мной была И, как бы, рассчитанная больше для Европы А не для нашей Украины А он говорит, ну, мы с вами потом об этом поговорим Многие все-таки приписывали вам некоторые, назовем их Шуры и Муры Ну, как бы, говорили всякое неплохое Ну, вы же знаете, когда говорят, это хорошо Когда не говорят, вот это плохо А говорить пусть говорят Люди, которые знают меня лично, знают, насколько я чист, настолько, насколько я хорош там для кого-то вообще И знают, что я не по этим вообще делам, как бы, ну, все так А кому хочется поговорить, пусть поговорят Меньше от этого даже хорошо Поговорить А с ребятами остались какие-то отношения с вашей группой «Призраки оперы»? Да, как бы, сложились у нас хорошие контакты До сих пор общаемся Это известный, вы знаете, Владислав Левицкий Это, как бы, известный человек, вы знаете Василий Гуменюк Также, может, вы его знаете Он из КВН, Винницкий, Пельс, как бы, очень раскрученный человек Ну, конечно, тут сам Василий Гуменюк Очень талантливый человек Что от Левицкий, что Гуменюк Это дар от Бога, понимаете Потом, вот, с Еленой Корнеевыми очень хорошо сложились отношения Вы знаете, Елену Корнееву тоже Она в Шансе там имела тоже, ну, известная такая особа, как бы, певица с большой буквы Талантливый очень человек Какой-то совместный проект, не думаете? Думаем, кстати, с Еленой Корнеевой мы думаем записать дуэт Какой-то такой, да И, как бы, я ей дал такую тему, песню под названием «Сила любви» Я не знаю, что она придумает Там, она, как бы, взялась за сочинение песни И, как бы, посмотрим, что у нас получится с этого А с парнями, как бы, мы просто общаемся и не больше Но пока, как бы... А как у Вас, в принципе, общение происходило только внутри группы Или все-таки с другими группами Вы общались? Общались с другими группами, конечно В самом Звездном доме, да? В Звездном доме жили, да И мы общались со всеми Все, как бы, были открытые, нормальные люди Без всякие, там, звезды во лбу Со всеми дружили Я помню даже, не знаю, почему Пацаны всегда прикалывались И когда я входил, там, в столовую, да? Все начали подниматься и хлопать И мне так льстило А продюсеры не понимали, в чем дело Все, то есть, вокруг организатора И они вообще... Ну, пацаны прикалывались так хорошо Они такую, типа, сделали, как сказать... Традицию нашей группы Именно призраков опер Кто входит, типа, хлопать Ну, в основном, традицию делали на мне Наверное, они чувствовали какое-то превосходство вас над ними Поэтому выделяли вас, может быть... Ну, выделяли, может быть, ваше творчество сами, как бы... Ну, может, да, они, как бы, смотрели, что я уже давно в этом бизнесе И, как бы, больше, чем... Потому что многие люди в моей группе, они были новички Они первой жизни вообще попали в какие-то проекты А некоторые, как бы, уже солидные люди Но все равно уважительно Они видели, что я талантливый человек И вот они уважали меня Ну, вот и началось, видишь? Ань, неприкрытая вещь провоцирует это все Я звезда, талантливый человек И это все от первого имени Нет, ну, вы знаете, я даже могу об этом не говорить Я просто... Люди талантливые, разбирающиеся в музыке Они могут это сказать То есть люди, которые не... Ничего себе не представляют Естественно, что они будут меня гадить Они будут на меня что-то говорить Вы знаете, даже есть слова, красивые слова Одной актрисы Раневская, вы знаете прекрасно, да, эту актрису Она сказала, что Талантливые люди меня уважают Бездари, ненавидят А шавки рвут на части Знаете, это прекрасные слова Которые, ну, я не знаю Я просто к себе к бальзам на душу И я просто, ну, понимаю теперь Откуда бывают палки в колесах Где-то что-то, почему где-то что-то там О мне говорят плохо Я это все понимаю И отношусь к этому очень легко Поэтому говорите Поэтому давайте все-таки это дело прекращать Потому что еще пару минут И я почувствую себя шавкой Вот, вот в чем дело Понимаете, вот в чем моя личная Вы же не рвете меня Вы же хорошо со мной Рожаетесь культурно Это хорошо, что вам так кажется Кто меня любит Я всю душу отдам В таком смысле Ну, душу не надо, Максим Ну, 500 евро были бы не лишним Так, к чему 500 евро? Расскажите нам У вас вот недавно родилась песня какая-то, да? Да, я вам рассказал за песню Буквальности недавно 6 марта я был, получается Донецкий на концерте И после я заехал домой К маменьке И у меня родилась песня Песня Я еще название не придумал Но, вы знаете Я приезжаю в Киев 8-го прилетаю в Киев И у меня концерт 8-го числа Был в одном там закрытый корпоратив И получается Я ее спел Случайно спел Я еще до конца времени Название Фонограмма еще в демке Как бы Инструментальная версия демка И, вы знаете, я был в шоке На реакцию людей Я увидел эту реакцию Поддержали Они так ее подхватили быстро Что я вот сейчас взялся Конкретно ее побыстрее сделать Потому что песня для меня Как, ну, я понял Что она может быть хитом Очень даже хитом Потому что все люди подорвались танцевать Хотя я прекрасно всегда знаю На каких песнях Люди обычно у меня танцуют А это просто, ну, вышло Из рамок, как бы Моего ожидания Я даже снял по секрету на айфон Случайно так, ну, типа людей Как они реагировали на эту песню И пели со мной Ее подхватили резко То есть для меня это был шок Это прекрасно, Максим Я предлагаю вот на этой Хотя позитивной волне Уже закончить Потому что Пусть этих песен будет Дальше больше Пусть под них танцуют Поют Пусть их узнают Пусть их любят, да Спасибо, что пришли Спасибо Максим Новицкий, друзья У нас был в гостях Участник шоу номер один И самостоятельный Абсолютно творческий человек И артист Талантливый Как он опять называет себя сам И сказал об этом сегодня Немногократно Многократно, точнее Да, немногократно Я, конечно, погорячился Меня зовут Анегин Рядом со мной Аня И в ближайшем будущем Увидимся с вами, друзья Поговорим еще С одним человеком Из украинского шоу-бизнеса Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин